Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Деревенская будня. И сегодня это видео будет, наверное, скорее всего, интересно тем людям, у кого есть дровяное отопление. Ну, так как на улице зима, тема такая дровяная, тепло оно немаловажно, поэтому приходится часто тропить дровами разными. Вон, Даша у нас идет за дровами. В общем, что я хочу сказать. Тем, кому приходится колоть дрова, те используют топоры, колуны, какие-то дровоколы, у кого-то, у кого, короче, какая фантазия, у кого какие возможности есть. Каждый колет дрова тем, что он имеет. Поэтому сегодня я бы хотел рассказать об одном колуне, которым я колю дрова. Сделаю такой небольшой обзорчик. Но прежде такая небольшая предыстория. Раньше я пользовался обычно колунами, ну, такие, знаете, у кого, может быть, даже до сих пор есть. Ну, такой колун с деревянной ручкой. У меня вот был такой, наверное, короткая такая ручка. Ручку я делал сам. Но сейчас этого колуна уже нет, даже показать не могу, потому что этот колун уже сломанный, не знаю, где он валяется, в общем. И само топорище тоже уже сломанное, и сам колун тоже уже треснул. В общем, очень долгое время он работал и, короче, вышел из строя уже. Ну, где-то там приходилось по нему ударять, и, в общем, там трещина такая пошла. Сегодня я хочу рассказать о колуне, который я приобрел два года назад. И о чем я не жалею. Потому что им очень удобно колоть дрова. Вот такой вот колун. Сразу скажу, это не реклама. Это я просто делюсь тем, что у меня есть под рукой, чем я колю дрова. И лично для себя я нашел очень удобный колун для колки дров. Вот что мне в нем нравится. Ручка, она где-то 90 сантиметров примерно. Да, где-то 90 сантиметров. Ну, на вид я не измерял, линейка не ходил, но 90 сантиметров. Это от фирмы Матрикс. Тут даже есть их эмблема Матрикс. Вот что мне нравится в этом колуне, у него утолшение идет в эту сторону. И когда колешь, колун как бы просится даст ползти, а как раз здесь идет утолшение, и он наоборот еще засаживается еще больше. Вот. В отличие от деревянных колунов, там приходилось клинья какие-то забивать, еще что-то, чтобы он не слетел. Ну, а этот вообще удобный. Ручка, она пластиковая, наверное, сплав какой-то, я не знаю. Ну, в общем, ручка очень крепкая такая, удобная. Здесь вот часть ручки черная, это прорезиненная часть, и даже есть отверстие для веревочки. Или может просто куда-то на стенку его может повешать. Вот так вот на гвозди, чтобы он не валялся. Сам колун имеет вес 3 килограмма. Вот это. Есть на 3,600, но на 3 килограмма, как бы, в принципе, очень удобно. Можно даже где-то одной рукой колоть, можно хорошо так замахнуться. То есть, чем мне нравится длинная ручка, это тем, что если, допустим, колешь очень большие чутки, там, ну, разный размером, то есть, хороший, можно сделать взмах и ударять. И еще тем он хорош, еще что, его можно использовать как кувалду. То есть, вот эта часть, она у него очень крепкая, в отличие от старых колунов на деревянных ручках. То есть, где-то вот я им уже даже трубы забивал в землю, еще что-то. Вот этим колуном я уже пользуюсь 2 года. И производительность даже повысилась. И как бы нету такого утомления, когда колешь им. Ну, в принципе, мне нравится. Вот я сейчас, вот у меня тут несколько чурочек есть, которые сейчас буду колоть. Ну, продемонстрирую. Чурочки у нас-то хвойной породы, часть сухих и часть полусырых, так скажем. Продемонстрирую. Ну вот примерно так Тут боялся размахнуться Крыша Надо было сразу на улицу вынести А то я махты невысокие Да хотя бы даже Не очень сильный взмах делаешь 3 килограмма веса плюс усилия Вполне хватает чтобы расколоть Ну небольшие такие средние чурочки Ну еще если правильно колешь То есть тут тоже есть своя технология Не нужно быть в середину чурки А нужно прям по краям бить Чтобы чурка она раскололась Вот Ну вот в принципе Такое вот небольшое видео Может быть кому-то пригодится Может кто-то сейчас Стоит перед выбором какой колон взять Чем колоть дрова Хотя я видео на ютубе тоже видел Там разные Обзор был разных колунов Ну думаю вложу и свои 5 копеек тоже Может быть кому-то пригодится Поэтому друзья Лично мое мнение Как бы я доволен вот этим колуном Два года он работает без нареканий Были даже моменты когда Просто вот Ну были такие случаи когда Мимо чурки промахнулся И вот этим обухом прямо по чурке ударял И благодаря Как бы ну не знаем Крепкий материал Чего с ним не произошло Целый и невредимый В отличие от деревянных Там сразу все вот это Вот это место изнашивалось Даже если тут металлом все было Обито Ну по крайней мере Я доволен Поэтому Если кто стоит перед выбором Вот еще один из вариантов Какого колуна Ну это мое мнение Я его никому не навязываю Делюсь тем Чем я работаю Ну и все Друзья На этом все Я заканчиваю свое видео Оставайтесь с нами До следующих встреч В следующем видео Всего доброго вам До свидания Дашенька Иди еще вот эти унеси Дровишки Ну Вот эти тоже собери туда Унеси Помного не таскай Понемножку таскай Где Катя Катя Иди тоже по полежку унеси Помоги Дашу Иди давай сюда Поработай немножечко На тебе два полежка Все Иди неси Даша тебе покажет куда Иди Там где котел Куда и неси Угу Начидаши Соткай 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 Все, иди, я снова пойду. Все, иди, я снова пойду. Все, иди, я снова пойду. Даша у нас самый лучший дровонос, или как правильно сказать-то? Носчик дров. Больше всех пускай. Ищи, ну там иди еще понемножку носи. Веточка еще осталась. Все, все, по одной. Ну вот это, Даша, выносите и все, ладно? Тихонько, тут вон гвоздь у тебя торчит. Аккуратно. Все, это унеси, это ладно, это я уберу, не надо больше. Вот так вот мы и трудимся. Носим дрова, колем, топим, морозы, и у нас тепло. Слава Богу. Тихо! Тихо,uler. Тихо,uler,uler. Тихо. Продолжение следует...